В понедельник, 21 августа, церковь молитвенно воспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Преподобный Савватий-пострижник Кирилла Белозерского монастыря в 1429 году вместе с преподобным Германом водрузил крест на Соловецком острове и поставил там келью. Прожив в уединении шесть лет, преподобный Герман вернулся на побережье для пополнения насущных припасов, а преподобный Савватий продолжал свой подвиг в одиночестве. Предвидя приближение кончины, Савватий в поисках священника уплыл с острова на побережье. Там он встретил игумена Нафанайла, у которого исповедался и причастился святых христовых тайн. Преподобный Савватий мирно отошел ко Господу, а его тело погребли недалеко от часовни на реке Выг. Через год молодой инок Зосима после знакомства со спутником преподобного Савватия иноком Германом отправился для молитвы и отшельнической жизни на Соловецкие острова. Через несколько лет преподобный Зосима был рукоположен во священника и удостоен возведения в Сан-Игумена. В обители не забыли первоначальника этих мест преподобного Савватия. Его святые мощи были перенесены на место последних подвигов. Здесь, за алтаревного построенного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, они были положены в землю, где покоились до 1566 года. Преподобный Зосима приставился ко Господу в 1478 году и был похоронен возле алтаря Преображенского храма. Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы Савватия Соловецких чудотворцев состоялось 21 августа 1566 года. Мощи святых были расположены в пределе Преображенского собора, устроенном в их честь.